В Кустанайскую область пришло долгожданное тепло. Люди буквально ринулись гулять на свежем воздухе, отдыхать на природе и дачах. Но специалисты рекомендуют не забывать о том, что сейчас в регионе как раз время, когда очень активны клещи. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля за помощью в регионе в связи с их укусами, обратилось уже семь человек. Двое из них жители Рудного и пятеро из областного центра. Среди них также двое детей в возрасте до 14 лет. И это не окончательная статистика. Ежегодно за помощью при укусах клещей в регионе обращается не менее 500 человек. В апреле месяце до осени у нас проводится еженедельный мониторинг за укусами клещей. Сколько людей обратилось за медицинской помощью. В лаборатории особо опасных инфекций работает зоогруппа, которая проводит сбор клещей в весенний период. То есть они этих клещей собирают, затем исследуют на наличие вируса энцефалита у клещей, которые в Кустанайской области. Пока таких находок не было. Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, которая поражает центральную нервную систему. Оно способно привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидности и смерти. В последний раз в Кустанайской области клещевой энцефалит был зарегистрирован в 2018 году. И этот случай, отмечают специалисты, был завозным из Российской Федерации. Но санврачи все же рекомендуют кустанайцам быть осторожными. При пребывании в лесу, на дачных участках необходимо носить плотную одежду. При важных также светлых вещах, на которых видно лучше клещей, обязательным является проведение осмотра после посещения улицы, осмотра себя, детей обязательно. Также они рекомендуют кустанайцам не забывать наносить репелленты или активные вещества против клещей на открытые участки кожи. Брюки нужно заправлять носки или сапоги, голову и шею закрывать косынкой. А при укусе или контакте с клещом необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.